Ой, мими, 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 мими. В воскресный день 22 февраля. В России с размахом провожали зиму. В стране отмечали Масленицу. В Кумиртово проходили народные гуляния. Организаторы мероприятия, работники Дома культуры Рассвет провели праздник согласно народным традициям массового гуляния. Ряженые скоморохи предлагали всем желающим разгадать загадки, поиграть в игры и отведать блинов. Стоя перед чучелом Масленицы, гости праздника просили прощения перед близкими и знакомыми. После концерта поедем к бабушке, это наш обычай. Посидим в семейном кругу, попьем чай, поедим блины, пообщаемся. Игры и представления чередовались с веселыми песнями в исполнении творческих коллективов города Кумертау. А мы, в свою очередь, решили узнать, что для жителей города есть праздник Масленицы. Праздник – это веселье, радость. Это начало весны. Будем ждать весну и будем радоваться с природой, просыпаться и отогреваться. Масленицы – это блинчики. По словам горожан, организаторам праздника удалось сохранить уникальные традиции празднования Масленицы на Руси. Донести до нынешних поколений, до сегодняшней молодежи традицию, живущую в веках и восходящую к далекому-далекому времени. У нас очень мало поводов информационных, в которых бы народ мог выйти просто на улицу, насладиться погодой, гуляньем, вкусной едой, общением. Вот Масленица как раз-таки такой повод, когда можно выйти, слава богу, погода радует, и погулять, потанцевать, пообщаться. Кульминацией празднования стало традиционное сожжение чучела. А уже завтра, напомню, у православных начинается строгий и самый долгий из многодневных Великий пост. Он продлится 49 дней и завершится праздником Пасхи. В этом году 12 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok